Нателла Полежаева Нателла Полежаева Опоздала на судебное заседание и считает себя невиновной. Сегодня с последним словом в мировом суде выступила директор санатория «Рассвет» Нателла Полежаева. Уголовное дело резонансное. Известную в городе бизнес-леди обвиняют в том, что она не платила зарплату своим сотрудникам. Без денег, по версии следствия, оставила 79 человек. Сумма больше трех миллионов рублей. От отчаяния люди не раз выходили к проходной предприятия на пикеты с требованием вернуть зарплату. Некоторые обращались в суд, но решение Фемиды Полежаева игнорировала. Сегодня на заседание подсудимая опоздала аж на 40 минут. Сослалась на пробки. Уголовное дело в отношении себя назвала, цитирую, комедией, трагедией, фарсом, водевилем и страшной сказкой в одном. Свою вину она не признает. Задолжали, это может быть период недели, это может быть период две недели. Но это не два месяца полной невыплаты и не три месяца частичной невыплаты. Поэтому задержка это еще не уголовное преступление. Даже себе зарплату я не начисляю. Мне ее, собственно, некуда начислять. У меня арестованы все кредитные карты. И даже моя пенсия по инвалидности дочери, она наполовину арестована приставами. А как вы живете? Очень скромно. При этом, по версии прокуратуры, деньги, чтобы выдать зарплату сотрудникам, у предприятия были. Но Полежаева пустила их на другие цели. 24 миллиона рублей, это намного больше, чем требовалось на оплату труда, потратила на нужды другой своей фирмы. Было установлено, что Полежаевой расходовались денежные средства в сумме 23 миллиона рублей на цели, не связанные с выплатой заработной платы. В частности, около 7 миллионов рублей было потрачено на оплату налогов, пеней, штрафов, страховых носов. Интересно, что несмотря на то, что Полежаева не признает вину, часть долга перед сотрудниками она все же погасила. Буквально через 30 минут судья начнет зачитывать приговор. Не исключено, что на это понадобится не один день. Уголовное дело состоит из 20 томов, а это больше 4000 страниц. Грозит подсудимой до трех лет колонии. Александр Бурков призвал работодателей сделать 31 декабря выходным днем. К бизнесменам он обратился в эфире программы «Диалог с губернатором». Напомню, некоторые регионы последний день года сделали выходным. Рабочий день перенесли на субботу. Александр Бурков отметил, что на законодательном уровне этот вопрос пока не урегулирован. Однако омские компании могут прислушаться к мнению работников и отпустить их на каникулы на день раньше. Какие еще вопросы задавали жители главе региона в эфире 12 канала «Знает Анна Черных». Ребенок рискует фактически остаться без лечения, что может привести к непоправимым последствиям. Не просто обращение, а крик о помощи. Мама 7-летней Кати Досоливой рассказывает у дочери муковисцидоз. Она вынуждена принимать сильные антибиотики и делать ингаляции. Аппарат семье выдали бесплатно. Менять его должны каждые пять лет. Однако женщина уверяет, столько времени ингалятор не протянет. Поэтому попросила внести изменения в закон о предоставлении средств реабилитации инвалидам. В течение недели дадим обратную связь. Будем понимать, что мы можем сделать, какие сроки. И когда будет принято решение на уровне Нинздрава нашей области. Не остался губернатор равнодушным и к просьбе жительницы Тарского района. В деревне Щелкановка осталось всего четыре дома. Транспорт сюда давно не ходит. Чтобы получить лекарство в больнице, женщина вынуждена только до остановки проходить пешком по два километра. Поэтому просит помочь ей с оформлением жилья по соц. найму в Таре. Губернатор пообещал проблему решить. Давайте так тогда, Евгений Николаевич. Во-первых, чтобы вы выехали в деревню, пообщались со всеми жителями, у кого какие планы. А по Елене Геннадьевне, как инвалиду, надо оказать тогда помощь. И посмотреть, у нас же есть там маневренный фонд. Понимаю, проблемы в этом из ветхого вы переселяли. Но давайте поможем человеку. Договорились. И самое главное понять, какие перспективы по данному населенному пункту. И что хотят люди, живущие в этой деревне. На вопросы жителей Александр Бурков отвечал почти два часа. Темы были самые разные. Мусорная реформа, проблемы благоустройства, график работы городского транспорта, очереди в больницы. Одни из самых острых вопросов по водоснабжению в районах области. Пенсионерка из Калачинска рассказала, что из-за критического состояния городского водопровода жители регулярно остаются без воды. Глава региона отметил, проблема с водоснабжением в Калачинске будет решена в ближайшее время. В первую очередь мы выделили деньги в Калачинск, 15 миллионов рублей в этом году, на подведение воды. Микрорайон, по-моему, заавраженный называется. Там у людей вообще не было воды. Поэтому первые деньги направлялись туда, чтобы обеспечить микрорайон водой. И вот на этой неделе у них будет уже подача воды, работы закончены. Они в течение лета, достаточно в короткий срок были проведены. То, что касается замены трубопровода, подающего в Калачинск, мы на следующий год выделили, точнее в этом году мы сделали проектные работы. В следующий год будем выделять средства, я думаю, февральскими изменениями областного бюджета. Конечно, подвел Александр Бурков и итоги года. Подчеркнул, за эти 12 месяцев сделано в регионе было немало. Одно из главных достижений, по мнению губернатора, сдача трех долгостроев. Хирургического корпуса в детском больничном городке, поликлинике на Левобережье и здание страхового общества «Саламандра», где разместился филиал Эрмитажа. Удалось в этом году сдвинуть с мертвой точки вопрос строительства аэропорта Омск-Федоровка. Региону удалось получить согласие на включение недостроя в магистральный план. Решается и проблема нехватки мест в детских садах. В этом году начали строить четыре новых дошкольных учреждения. План на следующий – еще восемь детских садов в городе и два в области. Отметил губернатор Иту, что регион в этом году получил колоссальные средства на ремонт дорог. Мы в этом году больше 10 миллиардов сформировали дорожный фонд. Это впервые. Мы в прошлом году имели 7 миллиардов, в этот раз 10. И самое главное, на мой взгляд, то, что дорожники сегодня использовали все средства по назначению. Мы не вернули ни копейки в федеральный бюджет. Впрочем, приходили на диалог с губернатором и вопросы, которые вызывали у главы региона улыбку. Рассмешить Александра Буркова удалось 9-летней Насти. И прежде всего я поздравляю его с наступающим Новым годом. И у меня чисто с любопытства вопрос. Есть ли у него код? Спасибо большое, Настя, за поздравления и за вопрос. Кота в данный момент нет. Есть собака Лайка. Зовут ее Шумок. А коты всегда были в детстве у меня. И в последние годы у супруга всегда тоже держала котов. Вот когда жили в Екатеринбурге, всегда были коты. Всего на диалог с губернатором поступило больше тысячи обращений. Люди звонили, писали о своих проблемах в социальных сетях, присылали обращения на почту. Но несмотря на то, что в эфире удалось озвучить лишь некоторые из них, жители в любом случае получат ответы. Остальные обращения уже переданы в правительство. Анна Черных, 12 канал. 90 домов в Омской области в этом году оборудовали пандусами. Они были жизненно необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. По поручению губернатора на это дополнительно выделили 2,5 миллиона рублей. В подъездах обычных пятиэтажек появились специальные откидные пандусы и перила, которые уже смогли оценить те, для кого они построены. Для Виталия Крючкова, например, такое оборудование спасение. Теперь он гораздо чаще сможет бывать на улице. С пандусом намного легче стало и спускаться, и подниматься. А то раньше поднимались, как бы спускались на руках, меня поднимали и спускали. Намного чаще стал на улицу выходить, гулять. За последние 6 лет в Омске по программе «Доступная среда» было выделено больше 16 миллионов рублей, а спецоборудование установили более чем в 400 домах. Для того, чтобы установить пандус, необходимо обратиться в учреждение, комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, предъявив паспорт и индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалидов. Также, кроме самого гражданина, может обратиться его законопредставитель. Омские больницы получили новую технику. Районам передали современные передвижные флюорографы и мобильные ФАПы последней модели. Главная задача – сделать диагностику и лечение для селян столь же доступными, как для городских жителей. Елена Смирнова расскажет. Снаружи новый мощный КАМАЗ высокой проходимости не боится бездорожья и непогоды. Внутри флюорограф нового поколения. Цифровой аппарат высокочувствителен, различает 256 оттенков серого. А снимок будет одинаково четким и подробным, как в распечатанном виде, так и на мониторе. При этом радиационная нагрузка сведена к минимуму, так что работать с аппаратом безопасно для врачей и лаборантов даже в небольших пространствах. Я работаю главным врачом уже 30 лет. Вот таких подарков не было еще. У нас сейчас работает флюорограф выпуска 2006 года. Он, конечно, износился уже, списан. Тем не менее, когда он был на ходу, это еще этот год, до 150 человек в день проходило селян, проходило флюоросмотр. Я думаю, что эти темпы мы будем поддерживать. Новые флюорографы в регионе закупили впервые за последние несколько лет. Шесть современных сканеров обошлись чуть больше, чем 90 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального бюджета по нацпроекту здравоохранения. Один аппарат останется в Омском туберкулезном диспансере, остальные отправятся в районы области. Дополнительно можно будет обследовать до 100 тысяч селян. Для жителей отдаленных деревень диагностика теперь так же доступна, как и для горожан. Курсировать по отдаленным селам будут и вот такие фапы на колесах. В салоне ПАЗа современный комфортабельный медкабинет. В ближайшие дни его оснастят современным оборудованием, от аппарата УЗИ до дефибриллятора. В день такой мобильный комплекс успевает объехать 4 населенных пункта, а фельдшер принять 40 человек. Пополнились автопарки, районных больниц и новыми машинами экстренной помощи. Это некий новогодний подарок от нашего президента Владимира Владимировича Путина, который поддержал Омскую область и выделил дополнительные средства на приобретение медицинской техники на базе «Газели», на базе «КамАЗа», которые могут попасть в самое отдаленное село, деревню. Это вопрос первичной помощи. То есть для нас важно, что мы сегодня начинаем закрывать, вот чему мы стремились эти годы, закрывать самые отдаленные села. Не важно, сколько там живет человек, 20, 120. Важно, чтобы у них были те же условия, как у гаража. Глава региона отмечает, еще есть к чему стремиться. В рамках национального проекта здравоохранения мобильные медицинские комплексы и современные передвижные флюорографы должны появиться во всех без исключения районах области. Елена Смирнова, Павел Манджос, 12 канал. И последнее. Умские ветеринары провели уникальную операцию. Спасать пришлось шиншиллу, которая поскользнулась и сломала лапу. Ходить на трех конечностях эти подвижные зверки просто не могут, поэтому и потребовалась помощь профессионалов. Поставить зверушку на ноги оказалось делом непростым. Из-за маленького веса грызуна, всего 555 граммов, сложно было провести анестезию. Ники, так зовут шиншиллу, могла не перенести наркоз. Чтобы лапа правильно срослась, ее нужно было зафиксировать. Ветеринары соорудили конструкцию, напоминающую аппарат Элизарова. С ней зверек проходил 4 недели. Сейчас ее сняли. По словам хозяйки, Ники чувствует себя хорошо и снова может резвиться. Далее прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Бесплатные минуты, безлимитный интернет в роуминге или подписка на музыкальные и стриминговые сервисы. Оператор мобильной связи Теледва предлагает своим абонентам выбрать подарок к Новому году. Для любителей сюрпризов выдержана интрига. Клиенты узнают о содержимом бонуса только после его подключения. О том, с какого времени подарки станут доступными и как еще Теледва готовится к Новому году, наш материал. Следуя концепции других правил, оператор предлагает абонентам выбрать новогоднее предложение на свой вкус. Например, бесплатную подписку на онлайн кинотеатр или пакет минут. Или гигабайты в путешествии по миру. Еще можно выбрать сюрприз. В этом случае клиент узнает, что в подарке, только получив его. Зато ощущение праздника гарантировано. Вы в подарок получили 2 гигабайта, плюс у вас еще ваши гигабайты. Новогодние подарки – это хорошо, но все-таки самая важная задача любого мобильного оператора – в праздничные дни. Это хорошая связь и стабильный, быстрый интернет. Ведь в праздники важно слышать близких, даже если они находятся далеко. Поэтому все сотовые компании уже готовятся к этому горячему периоду. Это у нас оборудование для работы с абонентскими аппаратами. То есть это непосредственно с передатчиками, с антеннами. Это вот модем для транспортной радиорелейной связи. Технические специалисты готовятся к Новому году, начиная с осени. Расширяют покрытие и емкость сети в торговых центрах, местоходах и культурных учреждениях. Если нужно, делают необходимые настройки. Как показывает практика, усилия оказываются не лишними. Интернет-трафик в праздничные дни только растет. Да и говорить люди не перестают. Несмотря на обилие вариантов, привычный звонок – часто самый простой и быстрый способ связи. В прошлом году за новогодние каникулы жители Омской области проговорили почти 93 миллиона минут. А трафик передачи данных составил порядка полутора пентабайт. Эта цифра сопоставима по объему сотнями миллионов сториз в Инстаграм или миллиону фильмов в хорошем качестве. В этом году мы ждем роста этих цифр, по крайней мере, роста интернет-трафика точно. Такие прогнозы специалисты компании делают не случайно. Количество абонентов Теледва постоянно растет. Ежедневно сети мобильного оператора пополняются новыми пользователями, которые активно пользуются мобильным интернетом. В сравнении с апрелью 2017 года, когда Теледва официально объявила о запуске сети 4G в регионе, потребление мобильного интернета среди клиентов оператор выросло более чем в шесть раз. Никита Смирнов, Владислав Асинцев и Олег Ковальчук. 12 канал. И о погоде. Завтра, 25 декабря, в регионе переменная облачность, снег. В Омске ночью термометры покажут минус 3, днем температура опустится до минус 8. В районах ночью 12 градусов ниже нуля, днем 5-7 градусов холода. Ветер западный, 5 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Редактор субтитров А.Семкин